Добрый день, друзья! Начало марта. Вот свершилось. Мы приступаем к массовым посевам последовых культур и овощных культур, которые идут именно в этот промежуток времени. Ручки зуделись у нас давно, и мы тренировались на культурах с длинным сроком вегетации. Вот, например, от компании Сидек мы уже посадили, помните наш выпуск, пьяный сельдерей на снегу. Посмотрите, какие всходы чудес у нас появились. Я уже рассказывала, что высевала их в плошечку. Два замечательных сорта. Это черешковый Аврора и гигант Восточный от компании Сидек. Посмотрите, всхожесть порадовала. И кроме того, что есть дреналное отверстие в дне рассадной емкости, еще когда появились сходы, я, когда рассада выпустила семидольки, подсыпала, вот здесь она не видно, поближе у нас приблизи, покажем, прокаленным песочком для того, чтобы растение не заваливалось на бок. Пикировать я свои растения не буду, совсем скоро мы уже приступим к высадке в открытый грунт. Надеюсь, что снег быстро сойдет и уже аккуратно вынув весь рассадный ком, я буду аккуратненько отделять рассаду и высаживать уже в подготовленную заранее грядку. Напомню, это у меня замечательный черешковый сельдерей. Кроме этого, пока я занималась рассадой перца, между деевом посеяла также еще и соп лекарственный лекарь. Это замечательное растение, которое я буду высаживать в цветник и на овощные глумбы. Отличный медонос. Еще в том числе и лекарственное растение, которое применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей. Отличное полоскание выходит. Для деток самое то. Не будем лишний раз применять лекарства, вырастем аптеку на своих собственных грядках. И вот такой замечательный корнеплод, пастырнак, лучший из всех от компании Сидек, тоже у меня уже начинает сходить. Я тоже свои сходы песочком посеяла и сейчас вот как раз сидела, уложняла поверхность аккуратно из груши. Не опрыскиваем по поверхности наших сходов из пульверизатора мощной струей или там мощным напором, а аккуратненько между своими растениями капельно поливаем для того, чтобы не размыть почву и не повредить нежные вот это вот семидольное коленце у нашей рассады. Оставляем наши сеянцы в сторону. Замечательными всходами они нас радуют. Пастырнак тоже потихонечку пробивается. Подготавливаю к сходам моего так же, как и сельдерей, аккуратно замочив водки для того, чтобы немножечко смыть вот эти эфирные масла, которые находятся на поверхности для того, чтобы облегчить всходы. Ну а сегодня главной темой нашей программы, конечно же, является посев томатов для защищенного грунта. От компании Сидек я выбрала вот два замечательных таких вот крупноплодных томатов. Это самбол полосатый и сахар белый. О них мы, конечно же, рассказывали в наших обзорах более подробно. И еще у нас от компании Сидек замечательные томаты черри и коктейльный типа. Черри клубничный, чудесный томат с ягодным вкусом. Мы его тоже показывали в нашем обзоре с испытательной площадки. И сегодня обязательно сейм самоцвет нефритовый, такой зеленоплодный, замечательный коктейлик. И у нас еще два замечательных томата. Это фиолетовый джаспер, бекалор, смотрите, полосатик, и черная жемчужина. Сладчайший томат черри, который я жду не дождусь, когда получу урожай. Хочу сравнить его с другими томатами черри. Все-таки хочется разнообразить вкусовую палитру. И в этом сезоне у нас большой выбор баклажанов для выращивания в открытом грунте. Они у нас будут под дугами, в тоннеле из плотного спонбонда. Ну а на самые холодные ночи и уже в осенний период, когда начнутся розы и холодные дожди, мы будем укрывать их плёточкой. Это баклажан вкус грибов, замечательный белоплодный баклажан. Для шашлыка длинный, длинноплодный баклажанчик, который отлично подходит для запекания и нанизывания шебуры. Баклажан зелененький и баклажан буржуй. Совершенно невообразимые крупные плоды для массового сбора, для заготовок. Конечно же, семена я все заранее подготовила. Я люблю их проращивать. Всходы появляются очень быстро. Вот в таких контейнерах, обычных пищевых, на корбе батарея, подстелив буквально небольшой слой полотенчика махрового, чтобы семена мои не сварились в ватных дисках, уже замочены мои семена баклажанов и томатиков. Они между двух половиночек, смотрите, лежат. Вот это сразу видно, Джаспер полосатый, потому что даже в семенах он был такого необыкновенного совершенно цвета. Сейчас я подготовлю все необходимое для посева и поделюсь с вами тонкостями, чтобы получить дружные всходы. Дорогие друзья, в наших предыдущих выпусках, вы, конечно же, видели, вот у меня в руках такие стаканчики готовые, с выдвижным дном. Посмотрите, вот такой пятачок с дренажным отверстием находится в дне такого стаканчика. Очень удобно переваливать. Рассаду из них, конечно, если нет возможности такие купить, но нет в продаже. Или, допустим, не хочется заморачиваться с покупкой. Берете просто обычный стакан, 200-миллилитровый, ножницы, вот они у меня под рукой, и делаете дренажные отверстия сами. Это можно сделать горячим шилом, можно сделать иголкой, можно сделать просто элементарно ножницами, поручив это ребенку. Вот просто видите дно стаканчика. В нижней части просто отрезаете по периметру. Такие продольные надрезики делаете. Один, второй и третий. Размер отверстий вы можете регулировать сами. Сейчас я вам покажу поближе, как они будут выглядеть. Если мы приподнимем дно вот так немножечко, вы увидите, что вот здесь отверстие, здесь отверстие и здесь. Что это нам дает? Отток влаги из почвы грунта, если вдруг произошел переполив. И когда я посею все свои сегодня томатики, баклажанчики, я их помещу, все стаканчики, вот в такое корыто из переработки, сущие копейки стоит в магазинах, или любой можете тазик использовать. Любой контейнер, пищевой, не пищевой, который имеет бортик для того, чтобы ваши стаканчики не заваливались на сторону, удобно сразу взять эту массу, перенести в другое место, в более освещенное, в более теплое, например, в более прохладное. Вот такие перфорированные стаканчики мы ставим один к одному, вот в это корыто, и потом затягиваем пленочкой или помещаем в пакет, ставим в теплое место. Вот очень просто. Конечно, не забывая промаркировать каждый стаканчик согласно сорту или гибриду, который мы, конечно же, высеваем. Потом, когда наши сеянцы немножечко подрастут, мы с вами, конечно же, начнем их поливать по краешку стаканчика. Излишек влаги, если он есть, он будет сразу в виде оттока в дренажное отверстие стаканчик, которое мы только что сделали, выходить в поддон. И если, допустим, дома будет недостаток влажности, избыток влаги будет испаряться из поддона и предотвращать скручивание листьев по краю. Бывает, когда недостаток влаги, появляется небольшой краевой ожог на листочках из-за избыточной сухости воздуха. Также, в более зрелом возрасте, когда мы наши сеянцы перевалим из таких маленьких стаканчиков в пол-литровые, вот, например, прямоугольные контейнеры, или, как я вам показывала, помните, как пивные стаканы пол-литровые тоже. И когда мы поместим их в такой поддон, можно поливать в том числе их из прикорневой зоны, налив водичку, допустим, или удобряющий какой-то раствор уже внутрь этого корыца, и крышочки сами возьмут. Таким образом мы будем стимулировать рост корневой системы именно для добычи влаги и питательных веществ. Теперь приступаем к посеву. Стаканчики у нас полностью готовы, почвогрумпитатель у нас тоже в наличии есть. Перед вами, конечно же, миндальничаю, действую ложечкой, чтобы руки не запачкать. Ну а как мы действуем обычно? Берем таз, намешиваем почвогрум, либо используем готовый от производителя, насыпаем, добавляем вермакулит, если при необходимости он предполагается в посадках наших, и берем стаканчики, прям зачерпываем, слегка вот так уплотняем, отставляем в сторону, и потом уже в массе раскладываем семечки. Сейчас я на примере одного стаканчика просто показываю для новичков. Наши ассы-огородники, конечно же, все это будут делать за секунды. Вот смотрите, почти полный стаканчик мы заполнили. Дальше действуем по проверенной схеме. Уплотняем ложи. Это я повторяю еще 100 раз для новичков. Уплотненные ложи я смачиваю раствором фитоспорина. Вот у меня стаканчики разведены, маточный раствор у меня в банке, добавляю каждый раз при поливе и при работе с рассадой. Увлажнила донышко, наши ямки отставила в сторону. Берем следующий стаканчик и также наполняю, увлажняем, увлажняем. Дальше берем подготовленные семена, которые у меня были замочены заранее. Пронумерованы тоже. Открываем ватный диск. Берем семечко. Это вот у меня сахар белый от компании Седек. Замечательный томат. И на дно нашего ложа, еще раз пальчиком проверяю, одно семечко укладываю. Я сею по одному. В сторону пока откладываю. Если несколько стаканчиков не наполнено, раскладываю сразу все семечки. Прикрепляю стикер к стаканчику с номером, который я присвоила этому сорту, либо гибриду. Дальше, вот посмотрите, семечко лежит у меня на поверхности увлажненной лунки, уплотненной, хорошо. Дальше беру почвогрунт и высоту максимум полтора сантиметра я помещаю почвогрунт. Все. Слегка уплотняю пальчиком. Видите, получается ровно такая площадочка. И капельно, не струей, а капельно поливаю место нашего посева из спринцовки, либо шприца. Почва равномерно впитывается. К этой процедуре можно вернуться, например, пока мы работаем с вторым стаканчиком. И все. Дальше вот эти стаканчики массово мы ставим уже в поддон. Вот и весь посев. Ничего сложного. Вы со временем будете все делать на автомате и на большой скорости. После того, как наше растение выпустит петельку, конечно же, мы его помещаем под досветку. Это я тоже в тысячный раз повторяю для того, чтобы не было вытягивания рассада именно в стадии роста семядольных листочков. Ну а дальше все просто. Воду для поливия я еще раз повторюсь. Добавляю фитоспорин. Это отличная профилактика различных заболеваний. Ну и дальше питательных веществ, которые есть у нас уже в готовом почвогрунте, хватит на то, чтобы растение распустило первую пару листочков. И потом мы уже переваливаем, пикируем. Если у вас это общая плошечка, тогда пикируете по одному сеянцу уже в более крупный раз, в одну емкость. И в зависимости от того, какие сроки у вас высадки в открытый грунт, либо в теплицу будут планироваться, вы уже смотрите. Если ваш сеянец, ваш саженец вырастает, вы видите, что почва у вас уже полностью освоена корневой системой. Если полностью уже корешочки достигли дна, вот здесь после пикировки прошла буквально неделька, видите, корням свободно, они только-только обоживают пространство. Но когда они начинают завиваться в кольцо, это верный признак, что все, растение достигло своего ресурса, освоило весь почвенный ком, значит, нужно его либо перевалить в большую рассадную емкость, если почва не готова, нечего их мучить, растение, они вам спасибо за это не скажут. Вырожай вы обязательно потеряете. Если позволите корням свититься вот этот комок, клубок, и когда вы уже будете в эту рассаду высаживать, вы представляете, вот эти зажатые корни вам придется сначала распутать, часть повредив. Вот это кольцо, которое вам нужно будет расправить, и уже в лунке растение будет травмировано. Оно будет тратить дополнительные силы на восстановление корневой системы, вместо того, чтобы сразу захватить запитательный почвогрунт, адаптироваться и дать прирост и идти навстречу урожаю. Все семена сахара белого я уже посеяла, стаканчики у меня уже в подоне. Осталось посеять остальные томатики и бакалажан от компании Сидек, поместить их в комфортные условия и заняться другой рассадой. Дел уже много, солнышко пригревает, можно еще успеть съездить в сад. Кстати, не забывайте проверить свои садовые участки. Сейчас даже в средней полосе работы там найдется, впереди выходные. Всего доброго, до новых встреч!